микроэлементная подкормка сделай этот видосик пришли ваши ответы я отвечу на них так что я слышал о микроэлементах какой опыт и практическое использование но смотрите вот начнем первое говорили о том что может быть передозировка там молотые ракушки я же вам говорил больше не о молотых ракушках а о морской капусте сухой либо же вот она продается такая консервированная и даже не морская капуста а салатчука вот мне нравится салатчука что касается вот этой вот пакетика эти пакетики мне несколько лет назад предложили рекламировать это лет пять лет назад был я как-то проигнорировал предложение но тем не менее вот дали там несколько там этих пачек на пробу и вот с тех пор я все пробую пробую то есть я съедаю вот так вот но если бы получается раз в три месяца когда вспомню что вот такая вот есть штука у меня на кухне я ее сделал вот как сейчас найти чтобы как бы разнообразить передач и съела в основном в основном я предпочитаю капусту морскую капусту слоевещи морской капусты и что более приятно это чука я ее в кафе ел подавали салатчука то есть это такая морская водоросли вот я даже как-то не считаю что идет восполнение микроэлементами но тем не менее морской воде растворены все микроэлементы и раз они растворены в воде то морской капусте которая растет в море все это имеется значит что касается передозировки и вначале тоже не а передозировки поговорим о о об усвоении посмотрите я свое время стал что витамин c вот в таблетках которые там продается он при передозировки может действительно принести какие-то там вред организму нанести в то же время витамин c имеется шиповники шиповники его зимой бывало пил ежедневно заваривал по много и никакой передозировки не было то есть все дело заключается в том насколько естественным является витамин c вот еще и слышал что там говорили что и вот витамин c там лечить простуду большие там дозы надо принимать вот и при этом знаете выяснилось что витамин c витаминов большая рознь а именно вот если он произведена из каких-то там естественных продуктов как концентрат он значит будет иметь большую стоимость естественно совершенно иное действие будет если же он произведен синтетически то действие его вот кроме что написано что вот такое то вот это такое то действие насколько она реально действует в большой вопрос но при этом так как он неестественные и наш организм не может усвоить его полноценно усвоить его потому что нет просто-напросто механизмов для его усвоения поэтому то здесь идет не передозировка это я так считаю а скорее всего от отравления вот несвойственными для усвоения продуктами вот поэтому смотрите конечно во всем надо знать меру как правило это мера вот что тебе надо она как-то сама собой определяется но за исключением конечно детей которые готовы там сладко есть то есть вот ты поел поел чувствуешь какое-то произошло насыщение ты самопроизвольно отказывается там от этого продукта то той же морской капусты поэтому я чисто интуитивно вот бывает тот же салатчука когда я его начал есть видимо была нехватка этих микроэлементов что я ел с большим удовольствием с большим удовольствием ел потом вот так и знаете буквально так и вот каждый день дня три поел потом через день раза два три и все у меня пропало к нему желание есть вот это как раз является критерием того что вы носители свой организм веществами которые там содержится микроэлементами и значит достаточно и я сторонник того чтобы продукт был полноценный то есть вот что касается хлеба раньше хлеб был с таким пищевым продуктом который насыщал человека то есть ничего не надо было хлеба и зрелище все то есть хлебе и микроэлементы в оболочке и витамины в зародыши и питательные вещества там в крахмале плюс там все это то что нам надо до питания то есть цельного хлеба раньше люди ели и этого было достаточно для того чтобы питание было полноценное то же самое было и в юго-восточной азии где народ питался рисом ели цельный рис то есть что-то мы его измельчали вместе там с кожурой со всей этой хурдой-бурдой готовили и употребляли все полноценное питание как только придумали вот эту шлифовальную машину которая отделяла кожуру от риса пошла повальная болезнь нам называется бери-бери именно из-за того что вот продукт получился неполноценный то есть из полноценного продукта сделали неполноценный а потом начали удивляться что же такое что же надо теперь давать для того чтобы люди не болели причем массовом таком порядке вот все это говорит о том что здесь большую роль играет цельный продукт они столько там эти микроэлементы ну и что еще и своего собственного опыта я скажу я в бане встретил одного молодого человека он говорит у меня пять детей он младше меня и при этом добавил что жена когда была беременна и после когда она кормила грудью она где-то примерно съедала одно-два яйца а вернее не яйца а кожуры от яйца молола и съедал и при этом он добавил что лучше всего не вареные яйца а именно сырые ну для того чтобы кожура была не заражена там разного рода сальмонеллами на так конечно предварительно яйца было хорошенько вымыть чем-то там обеззаражить я не стал углубляться просто я взял вот эту эту информацию то что желательно чтобы она была не вареная а сырая вот и говорит все зубы пять детей все зубы целы все нормальненько все все хорошо то есть можно использовать конечно и скарлопу яиц сейчас продается продаются яйца перепелиные опять таки можно использовать перепелиные яйца там вообще вроде как они сальмонелла не болеют но вопрос в том чем их кормят дело в том что все сейчас перешли на питание птицы комбикормом и вот это вот естественность которая должна быть у допустим у той же птицы которая питается в поле что нашла там то съела пускай там зернышко какой-то камешек и той птицы которая находится растет в клетке конечно большая разница яйца получается из карлупа естественно получается не того качества которое она должна быть я вам не зря в толку что все эти витамины минералы это конечно хорошо но разбили общую информацию о питании на вот эти вот различные подразделы и запудрили голову и поэтому там вот нам не хватает того нам не хватает всего или еще что-то такое действительности повторяюсь мы строим тело из окружающих нас продуктов растительного или животного происхождения которые вот здесь вот в данном регионе там пасутся растут и питали вот эту всю энергетику всю эту материальную часть употребляя которую мы из этого же строим свое тело и становимся частицей запомните вот это мы должны быть частицей целого а для того чтобы быть частицей целого нам надо построить свое тело из этого целого где мы живем причем чтоб все это было естественно они где-то искусственно выращено это лишь бы она выросла лишь бы она говорить было как-то производено и и продано на вот это большая разница и тогда вот это понятие о всех этих минералах она витаминах и прочих там питательных веществах отпадет само собой мы строим тело из окружающей среды и это окружающая среда должна быть полноценная да да правильно полноценная а когда тут все взяли рафинированное для удобства хранения это уже получается не то что нам надо для здоровья вот что касается морской капусты минеральной подкормки о которой я сказала куда в тех конечно пакетиках она произведена там с моря ракушки вот это как морская капуста все это смешано но повторяюсь все это можно приобрести в аптеке слоевище морской капусты и сухие все это перемолот сделать вот такой вот своеобразную соль подсаливать и отлично будет то что надо либо же использовать вот этот вот морскую капусту там какую-то маринованную консервирована в охотку и есть либо вот чуку что более приятно это что касается микроэлементов что я знал что я использовал вот мое мнение добро здоровься хорошо все хорошо метры мере лишь да мере лишь да мере лишь да